Дорогие коллеги, сейчас я включу демонстрацию экрана. Для того, чтобы сэкономить время, я записала видео, но я здесь, никуда не ухожу, запускаю, потом, может быть, будут вопросы. Здравствуйте, уважаемые. Меня зовут Корчагина Галина, я практикующий психолог, работаю в модальности психотерапевтической кинезиологии, ее же преподаю. Мой доклад – это работа с нейродермином. Сессии мы проработали на сей день с клиенткой. Сессии были из программы по аутоагрессии или возрождении жертвы жизни. Три сессии – это проработка психосоматики, одна сессия прорабатывали навязчивые эмоции, и две сессии были посвящены текущим стрессам. На первой сессии работали с аутоагрессией, говорили о том, что трудно жить с этим недугом, трудно с ним быть, трудно существовать. Зуд появился, и высыпание на кожу после нескольких месяцев, как родители не стало, прорабатывали болевое поведение 11-е, развитие сознательного или бессознательного чувства вины. Ушли в 23 года работать, когда, по словам клиентки, она испытала сильный шок, это был сильный удар для нее, когда она узнала, что у отца и у мамы большие проблемы во взаимоотношениях, работали с обидой за маму. Снимали стресс на эти воспоминания и создавали позитив. После первого сеанса клиентка заметила, что зуб стал значительно меньше, и она ночью стала хотя бы уже засыпать. Второй сеанс проводили через 5 дней. Тоже прорабатывали аутоагрессию, возрождали жажду жизни, работали с чувством безысходности по поводу лечения. Несколько месяцев лечения, поиск вечных докторов, поиск средств, поиск препаратов. Порабатывали болевое поведение 13-е, боль как причина отвернуться и сбежать уйти. Работали в 33 года, когда она была вынуждена оставить любимую работу. Работу она оставила по причине тяжелого заболевания. Вспоминала о том, как она жутко уставала физически и эмоционально на любимой работе. Это были годы тяжелого эмоционального, физического выгорания. Вспоминала, как она потом 2 года лечилась, и в общем-то это было поводом оставить работу. На этом сеансе мы делали в проекцию «В будущее» такое упражнение, когда мы на 5 месяцев вперед закладывали позитив. Клиентка захотела себя представить на море здоровой, с чистой кожей и с супругом. Забыгая вперед, примерно через 4,5 месяца они так и поехали. Клиентка уже практически со здоровой кожей поехала отдыхать. Третий сеанс. Зоу стал появляться после того, как они опять заговорили со своим ребенком про жену. Тема для сессии была «Не верю, что могу выздороветь». Она не верила, потому что очень много времени посвящено было. Столько сил и средств. Мы прорабатывали эссенцию Коби в номер 8. «Я чувствую себя как человек, тунущий в озере из дегстей и слез, аморфным и инертным. Жизнь, бурлящая на берегу, для меня недостижима. Я не могу плыть и лишь хнычу. Я сам предал себя и свою жизнь. Я сдался. Мне кажется, что я гора несчастья и едва ли являюсь человеком». Пошли работать по программе «Генетическое прошлое». Работали во втором поколении. Работали с дедушкой по маме, то есть с отцом мамы. Прорабатывали состояние «конформист». В позитиве нужно было быть отстаивающим. Говорила про то, что дедушка был нежеланный ребенок, он все время болел. И акцентировала внимание на том, что даже имя ему выбрали, как у старшего брата. Постоянно думали, что вот он не выживет. Предположительно, по ее словам, он мог чувствовать себя все время запасным. Не мог занять свое место в жизни. Посвятил себя помощи людям и в старости страдал дерматитом. Она стала вспоминать, как он постоянно мази варил, какие-то примочки делал. Снимали стресс и закладывали позитив. На четвертом сеансе Энка сказала, что зуд уменьшился, кожа стала уже, кожа уже не мокрена. Прорабатывали навязчивые эмоции, недостойные любви, разочарованная, раздраженная. В позитиве не хватало быть безмятежной, смелодействующей и ответственной. Работали в 24 года. Когда, по словам клиентки, был тяжелый период. Молодая, с маленьким ребенком, приехала в чужой город, новая работа. Начался тяжелый период вот этого эмоционального и физического выгорания. В 26 лет мы говорили про то, что родителей одного не стало, который, с одной стороны, был единственным близким другом, с кем можно было поговорить, что-то обсудить. Но и с другой стороны, этот же родитель внушал неуверенность, некрасивость, который вот потом по жизни и сопутствовали клиентке. Тяжелые периоды эмоционального выгорания, которые, в общем-то, очень похожи на настоящее время. Я отправила отзыв, я спросила разрешение разместить его. Пятый сеанс проводили в конце июля, что ночью спит. Сеанс был посвящен проработке стресса в настоящем времени. За это время мужу поставили тяжелый диагноз. Естественно, она переживала. Прорабатывали опять состояний из копии номер 6 и ушли в 33 года. Как раз тот возраст, когда она была вынуждена оставить любимую работу, на которой сгорела практически. Но на этом сеансе мы уже говорили не про причины, по которым она оставила любимую работу, а про последствия. Она вспоминала о том, что ей, естественно, обещали продвижение, обещали квалификации. Но, по сути, она там застряла на 6-7 лет и получила обещанное только через долгие годы. Квалификацию она получила только через 6 или 7 лет. Старая работа была через дорогу от новой работы. Она вспоминала, как она стоит, в окошко плачет, смотрит на старую работу, чувство недовольства, сожаления. Такие вот печальные, грустные эмоции. В позитиве мы брали состояние, ощущение легкости и брали фразу «Мое тело прекрасно подчиняется моим». Фото, представленное, сделано было после пяти сеансов, на шестом сеансе. За август проводили шестой сеанс. Клиентка за это время перенесла козин, занималась восстановлением. И мы протестировали стресс на увольнение. Она все-таки пришла к решению уйти на пенсию. И на этом сеансе мы прорабатывали стресс на увольнение. Она уже решила все, уволиться. Пришла заявление написать на работу. Ей там стали объяснять, когда как же мы без вас? Да что же вы творите? Да останьтесь-то вы еще поработаете. Она не смогла им сказать «нет». Убежала, пришла на сессию снимать стресс. Роза. Шестая. Я чувствую себя, как сизиф, навечно обреченным вкатывать в гору огромный камень, только для того, чтобы наблюдать, как он вновь и вновь скатывается вниз. Это чувство незавершенности просто безнадежно. Я так давно испытываю его, что кажется, оно просто бесконечно. Конечно, я подавлен. Самая глубокая печаль омрачает мою жизнь, не дает мне покоя. Даже в те немногие моменты, когда я счастлив, уныние вновь и вновь накатывает на меня, охватывает, подобно огромной черной волне во время прилива. Что, если так будет продолжаться всегда? Что мне тогда делать? Я не могу это больше вынести. Ушли работать 13 лет, когда она упала с качели, получила тяжелую травму. Несколько дней боялась родителям сказать. Оказалось, что там перелом. Не могла ходить. И опять период долгого, трудного восстановления, тяжелое эмоциональное и физисостояние. 7 север. Рыли про ответственность за здоровье, ответственность за выздоровление. Прорабатывали состояние Розы 7. Вы считаете меня никчемным человеком? Разве не сделал все, чтобы заслужить вашу любовь? Что во мне не так? Что я не могу угодить вам? Я бы последнее удал ради вас. Что мне сделать, чтобы вы оценили меня по достоинству? Работали в 22 года. Работали с мыслями и ощущениями про хроническую неуверенность, про низкую самооценку, вечное стеснение, стеснение себя, своей внешности и про вклад родителя вот в это состояние. Создавали в конце сессии позитив. В начале октября проводили восьмой сеанс, фото сделано на восьмом сеансе. После последней сессии, после седьмого сеанса клиентка сказала, что утром проснулась, вся старая кожа буквально за ночь отвалилась. Работали с текущим стрессом. Снимали стресс на то, что же делать на пенсии. Чем заниматься-то? Тестировали фразы. Я знаю, чем мне заниматься на пенсии. У меня ясные, четкие цели на пенсии. Я реализую себя на пенсии. И первый возраст, в котором работали, это в девять лет, когда брат родился. Естественно, клиентка была ответственна за его учебу, за его успехи или неуспехи. Он совершенно не хотел учиться. Второй возраст на этой сессии. Мы работали в поколении. Работали с мамой клиентки. И клиентка рассказывает удивительную историю, которая сейчас у них в семье уже такая легенда. Оказывается, что у мамы был младший брат, который категорически не хотел учиться. И у них в семье существует байка про то, как мама клиентки чуть ли не до десятого класса на своей горбушке таскала этого младшего брата, отводила за руку на уроки, делала с ним уроки. В общем, полностью ответственность внесла за его учебу. Когда стали говорить о том, на что это похоже в сегодняшней жизни, клиентка провела такую параллель, что всю жизнь она работала. Работала ради своих пациентов, работала ради семьи, то есть тащила вот эту свою тяжелую лямку. А когда наступила пенсия, и вот нет у тех, кто сидит здесь на горбушке, кого надо тащить, оказывается, своих целей нет. Такая вот интересная сессия. В позитиве мы брали камень-бирюзу, целеустремленность, защищенность, спокойствие, это сознание, единство со своей духовной сутью и высшим я. С клиенткой мы продолжаем работать, мы продолжаем раз в полтора, два месяца. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание.